Следующий вопрос нашего курса – это влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин. Обеспечение заданного качества машин и длительное сохранение его по многому зависит от качества поверхности деталей. Основная причина до 80% выхода из строя машин – это износ рабочих поверхностей сопряженных деталей. Значительно реже наблюдаются поломки деталей из-за некачественного изготовления, их конструктивного несовершенства или заниженной усталостной прочности. Уменьшение износа повышает долговечность машин, сохраняет заданную конструктором прочность и снижает расходы на ремонт. Нередко расходы на ремонт за весь срок эксплуатации превышают себестоимость изготовления. Качество поверхности влияет на следующие эксплуатационные свойства. Первое – это трение и износ трущихся поверхностей. Влияние шероховатости поверхностей сопряженных деталей на износ проявляется в процессе переработки. Слой смазки, вводимый между трущимися поверхностями, может удерживаться лишь до тех пор, пока удельное давление не превзойдет определенного значения. При шероховатых трущихся поверхностях соприкосновение происходит в отдельных точках, соответствующих выступающим неровностям. В этих точках смазка выдавливается и создаются условия для возникновения сухого трения. Это очень существенно для подшипников скольжения современных быстроходных и точных машин. Улучшение условия смазки имеет большое значение. На данном рисунке представлена зависимость износа от продолжительности работы. То есть можно выделить три периода. Первый период – это период преработки. Второй период – это срок службы детали после окончания преработки. И третий период – это период катастрофического износа. Если мы рассмотрим первый период, мы увидим, что в начале износ протекает быстро. Причем с поверхностей удаляются наиболее выступающие неровности. При трущихся поверхностях, обработанных обычными методами, величина начального износа очень велика. Зазоры быстро увеличиваются и к моменту окончания преработки возрастают почти до предельных максимальных значений. Таким образом, повышая качество поверхности, можно резко увеличить долговечность машины. Поэтому в течение последних десятилетий технологические разработки ведутся в направлении повышения качества отделки поверхности. Следующее эксплуатационное свойство – это качество неподвижных посадок. При измерении шероховатой поверхности само понятие размер становится неопределенным. Значение диаметра соответствует измерению по вершинам неровностей. И при измерении вала, вставленного в отверстие, неровности на его поверхности и в отверстии сминаются. И таким образом, действительный диаметр, определяющий усилие запрессовки, изменяется. То есть, усилие запрессовки получается меньше. Таким образом, шероховатость затрудняет расчет натягов. И кроме того, при повторных запрессовках и распрессовках такое соединение ослабевает. Следующее эксплуатационное свойство – это прочность деталей. Прочность деталей зависит от качества поверхности. При этом играют роль не только посадочные, но и свободные поверхности. Разрушение деталей обусловливается концентрацией напряжений вследствие наличия неровностей на поверхности. То есть, чем меньше шероховатость, тем ниже риск возникновения поверхностных усталостных трещин. Такой способ отделки поверхности, как полировка, обеспечивает значительное повышение предела усталости. Исследования показали, что обработка поверхности давлением в холодном состоянии может в значительной степени повысить предел усталости, что объясняется не только сглаживанием неровности, но и созданием наклепа. Следующее эксплуатационное свойство – это сопротивление коррозии. Защитные покрытия, предохраняющие от коррозии, не могут быть использованы повсеместно, например, на трущихся поверхностях. В таких случаях средством повышения антикоррозионной стойкости является улучшение качества поверхности. Коррозия вызывается атмосферными явлениями, а также действием различных газов и жидкостей. Коррозионные вещества осаждаются в углублениях неровностей, их действие распространяется вглубь. И выступающие части отпадают, и таким образом образуются новые выступы и впадины. При высоком качестве поверхности рассматриваемый процесс протекает медленнее, чем при наличии глубоких впадин. Также имеет значение профиль неровности, то есть чем больше радиус закругления дна впадин, тем выше сопротивляемость коррозии. Следующее эксплуатационное свойство – это могут быть различные эксплуатационные требования и эстетические соображения. При назначении требуемой шероховатости поверхности необходимо считаться с другими условиями, которые в каждом конкретном случае могут оказаться доминирующими. К таким условиям относятся теплопроводность и герметичность стыков, отражательная и поглощательная способность поверхностей, сопротивление протеканию газов и жидкостей в трубопроводах, сопротивление к авитационному разрушению в гидравлических машинах. И свободные поверхности машин иногда тщательно отделываются для облегчения содержания в чистоте, так как при обтирке шероховатых поверхностей к ним притягиваются волокна обтирочных материалов. Не последнее место занимают и эстетические соображения. Например, точный и дорогостоящий механизм, прибор или инструмент должен иметь привлекательный внешний вид. Хорошая отделка всех его поверхностей побуждает к более бережному с ним обращению. Продолжение следует...